МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Студия Байер и Таиф Мотороспорт представляют программу «Видеоспорт». С вами Владимир Пушмаков. Сегодня мы будем говорить о ралли Сарма, о втором этапе чемпионата Эстонии и Латвии по ралли сезона 2019 года. Как и во время первого этапа, участников ждут снежные дороги, а вся программа, состоящая из 8 спецучастков, уложена в один день. Мы отправляемся в город Губена, ранее известный как Шваненбург. Он находится на северо-востоке Латвии, в регионе Видзема. Население города чуть превышает 8 тысяч человек. Сарма в переводе на русский означает «иней». Погода здесь всегда соответствует названию, а история ралли уходит корнями в 70-е. Сремония старта прошла в пятницу вечером, 8 февраля. Как и в Аугс, на организаторы порадовали участников и зрителей ярким световым шоу. Состав же участника второго этапа оказался богаче, если сравнивать с первым ралли этого сезона. И среди соперников был вице-чемпион Европы по ралли Николай Грязин, который выиграл ралли Сарма в прошлом году. Рассчитываем поехать быстро, но посмотрим, как получится, как погода, как настройка пойдет. Так что не гадаем, будем постараться уже по ситуации работать. Надо постараться, если проблем не будет и все будет хорошо, то надеюсь, получится попасть и на первую позицию. Но не гадаем, работаем. Экипаж Кима Байкова и Андрея Клешева с Вэнсбоссовым настраивался на гонку. Оливер Солберг выиграл ралли Аугсона и очень хотел повторить свой успех на втором этапе. Чемпион Эстонии 2011 года Янис Воробьевс будет сражаться в классе МВ-1. На этой машине мы выиграли два чемпионата Литвы. И, конечно, привыкли просто сами после прошлого года. В прошлом году мы столько ехали на БМВ. Конечно, немножко все поиначе, но все очень хорошо. Очень люблю машину. Чемпион России 2017 года Денис Растилов и Георгий Трошкин на девятом ланстре были немного расстроены плюсовой температурой. Нет, трасса замечательная, но погода нас немножко не радует. Все-таки зимняя гонка подразумевает минусовые температуры, а сейчас у нас с ними немножко напряженно. Приехали по снегу и льду гонять, не хотелось бы по гравию. Экипаж команды Таев Моторспорт в составе Радика Шаймиева и Максима Цветкова провел хорошую подготовку к этому этапу. Сделали с Радиком хорошие тесты. Я думаю, условия в данном, сильные условия, очень идеальные. Много льда, но так дороги в хорошем состоянии. Здесь, конечно, погода чуть-чуть помягче, и здесь уже клея будет. Ну, надеюсь, что Радик довольен сам. И, ну, машина нормально все работает. Ралли «Алукс» на экипаж Шаймиева и Цветкова закончил на девятом месте, но это явно далеко не предел их возможностей. Хотя ралли «Сарма» им не знакомо, они уверены в своих силах. Мы первый раз здесь, беспокоились, что дорожки испортятся из-за плюсовой погоды. Но они, слава богу, все хорошо стоят, так что все нормально. Так, в принципе, все хорошо. Погода достаточно хорошая. Покрытие тоже не разбитое, заледенелое. Качество дорог хорошее. Посмотрим, будем наслаждаться гонкой. Пейзажи снежных ралли всегда особенно красивы. Впрочем, пилотам некогда смотреть по сторонам. Нужно смотреть на дорогу и внимательно слушать штурмана. Тем более, что спецучастки ралли «Сарма» местами достаточно техничные, и здесь важна не только скорость. Игры разума тоже имеют большое значение. А брустверы, окружающие дорогу, в случае ошибки могут быстро превратиться из помощника в коварного врага. Есть, конечно, затычные очень места в лесу, в узкие. Такая она. Заставляет думать все время. Как и в прошлые годы, все спецучастки ралли «Сарма» пройдут за один день. Программа достаточно насыщенная. Всего будет два проезда по четырем спецучасткам. То есть в общей сложности восемь допов, которые разделили на три секции. Две первые секции включают в себя по три спецучастка. А завершает ралли двойной проезд по 14-километровому допу «Сарма». Все спецучастки находятся к западу от города Гулбена. Их общая боевая протяженность составляет 100 километров в 280 метров. Протяженность утренней секции составила чуть больше 36 километров. Открывал ралли спецучасток «Синуля» протяженностью в 11 километров в 400 метров. Самый протяженный топ секции «Авоте» – 17 километров в 240 метров. А самый короткий – дистанции в 7,5 километров – закрывал секцию. Экипаж Николая Грязина и Ярослава Федорова прекрасно знаком с этим этапом. Они выиграли ралли «Сарма» в прошлом году. А за год до этого были здесь вторыми. Грязин-младший выступает на «Шкоде» Фабия Р5. Экипаж «Москвичей» начал день с победы. Ближайший соперник Валерий Горбань уступил им 6,1 секунды. Они продолжили победное шествие на следующих двух допов, выиграв секцию с преимуществом почти в 40 секунд. Накануне всю ночь была плюсовая температура, так что состояние дорожного полотна было не самым лучшим, в том числе и у лидеров. Победитель предыдущего этапа, 17-летний Оливер Солберг на «Фольксваген Поло Р5» вновь был среди главных фаворитов. На первом допе он стал третьим после Грязина и Горбаня. Следующий спецучасток молодой ралли закончил только шестым, потеряв около 27 секунд. Норвежец завершил секцию третьим результатом на допе и стал вторым в абсолюте в 39,8 секунды позади Грязина и Федорова. Экипаж Валерия Горбаня и Сергея Ларенса на мини-джон-куперворк WRC начал день со второго результата. Но уже на следующем допе действующие бронзовые призеры этого этапа зарыли в сугроб, потеряв на этом более 15 минут. Высокий результат прошлого года повторить уже точно не удастся. Трехкратный чемпион Эстонии Георо Гросс пропустил Алуксона и проводил свой первый старт в сезоне. Гросс побеждал на ралли с Армо в 2011 году, а два года назад был на подиуме. Но это не просто первый старт в сезоне. Накануне у него даже толком не было тестов. Утром за рулем своего Форд-Вьеста WR7 показал шестое, два пятых результата в Абсолюте, закончив секцию шестым. Лишь в 380-тысячных позади своего соотечественника Эгона Кауэра. Эстонец жаловался на то, что ему так и не удалось нащупать ритм. Пока что мне не удалось найти хороший ритм. Я просто стараюсь заканчивать спецучастки и не совершать серьезных ошибок. Надеюсь, что мы сможем добраться до финиша ралли. Нам нужно понять, что именно идет не так, и что нам нужно поменять. И нам нужно больше тестов, потому что накануне я проехал на тестах только 25 километров, просто по причине нехватки времени. Сейчас все очень сложно. Роман Муракас и Кали Адлер на Форд-Вьеста Протто также проводят первый старт в этом году. На этом этапе эстонский экипаж последний раз стартовал аж в 2011. Они хорошо начали ралли, записав на свой счет два четвертых места и заняв третью позицию в генеральной классификации. Но на заключительном допе первой секции уступили третье место шемпиону Польши 2017 года Филиппу Неветту. А вот и тот самый польский экипаж. Филипп Неветт и Камиль Козрун на Шкоде Фабии Р5 показали пятый, второй и шестой результаты, закончив секцию на третьей позиции в общей классификации всех классов. Пусть и в 50 секундах позади лидера. Радик Шамеев и Максим Цветков успешно провели первую секцию. На первом допе они попали в десятку общего зачета Эстонии и стали четвертыми в классе ЭМВ-2, уступив чемпиону России 2017 года Денису Растилову немногим более трех секунд. На втором допе Шамеев опередил Растилова на 3,9 секунды и вышел на третье место в своем классе, правда с преимуществом лишь примерно в 8 десятых. Между ними завязалась интересная дуэль. На третьем спецучастке Растилов опередил экипаж команды Таиф, но отобрать у Шамеева и Цветкова позицию в абсолюте не смог. Как мы уже говорили, ночью была плюсовая температура и в итоге вместо жесткого покрытия под колесами, которое было во время ознакомления, пилотов ждал достаточно кашеобразный снег, так что местами нужно было проявлять осторожность. Покрытие было скользким и непредсказуемым. Но гравий пока что не проступал. 5 фазди, 100, крест левее, внимание, 50 лейт, 2 слоути. Радик Шамеев и Максим Цветков заканчивают утреннюю секцию на третьем месте в классе АМВ-2, седьмом в зачете чемпионата Эстонии и восьмом в общем зачете всех классов чемпионата Латвии и Эстонии. На сервисный парк экипаж приехал в хорошем расположении духа, понимая, что они выбрали верную тактику. Заранее торможение на таких скользких дорожках, я считаю, ну куда лететь-то? Тут ведь непредсказуемо попало, если снег, тем более он такой мягкий, ну и поскользил, и никакой остановки не было. Поэтому нормально все. Алексей Семенов с новым штурманом Игорем Маровым неудачно начал ралли. Уже на первом спецучастке Семенов зарылся в снег, потеряв на этом около двух минут. Затем он показал шестой и седьмой результаты в классе АМВ-2, закончив первый круг на седьмом месте в этой категории, но до ближайшего соперника аж 40 секунд. Что же случилось? Очень было много оптимизма с утра. Оптимизм подвел. Потому что, скажем так, ну я сейчас еду с другим штурманом, и, соответственно, я посчитал, что там еще много места, и решил нажать на газ, там было метров, наверное, 60. А на самом деле надо было тормозить. И, в общем, немножко не попал, и тоже как бы видно вот в ажиотаже, чтобы проехать прямо и там объехать. Я просто набрал сверхповис. Мне показалось, наверное, человек, наверное, 30 набежал, и там как-то раскачали, вынули. Две минуты, конечно, вытаскивали, могли быстрее вытащить. Пытаемся догонять, но как-то пока вот не очень получается. По итогам первой секции в общем зачете лидирует Николай Грязин, а в зачете чемпионата Эстонии Оливер Солберг, опережающий Филиппе Неветто на 10,4 секунды. Радик Шамеев в 7-й и 3-й в классе МВ-2. Вторая секция по маршруту полностью повторяет утреннюю. Все те же три спецучастка и 36 километров в боевой дистанции. Но вот состояние дорог будет намного хуже. Днем потеплело еще сильнее. Пусть вас не смущают большие сугробы на обочине. Туда не ступало, если так можно сказать, раллиное колесо. Ведь сами трассы раскатали уже до Гравия и образовалась колея. В поворотах условия напоминали аквапланирование. Это не характерное условие для Сарма, где обычно настоящая зима. Если клея, тогда неудобно ехать. И те, которые впереди, пойдут им легче и лучше. Те, которые чуть-чуть подальше уже, по стартовым местам, там уже, но чуть-чуть хуже. Но даже лидеры, открывавшие спецучастки, жаловались на покрытие. Николай Грязин назвал его настоящей кашей, отметив, что во время повторного прохождения дороги стали заметно хуже. Грязин и Федоров выиграли четвертый спецучасток, но на следующем пятом допе Николай ошибся и потерял лидерство. Затем «Москвич» выиграл заключительной доп-секции, но закончил ее лишь шестым в абсолюте почти в двух минутах позади нового лидера. Немножко перебрался в ходу в одном повороте, выкинул из колеи и там, соответственно, размотало, но вроде сразу там развернулись обратно, поехали, но у нас радиатор забился, вот, поэтому все по-новому там чистить, останавливаться, иначе перегрев мотора был. Вот так, потеряли там все преимущества. Дороги вообще нет, там, честно говоря, там реально тяжело, ну, надо ехать, иметь по-такому, машину, конечно, не рассчитывали, что все так плохо будет, поэтому тоже на нашей машине было немножко тяжеловато ехать. Сейчас будем искать, что, может быть, изменить, чтобы полегче было. Новым лидером в зачетах Эстонии и Латвии становится Оливер Солберг, победитель первого этапа, сын того самого Петра Солберга, чемпиона WRC 2003 года. Третьи и два вторых результата вместе с ошибкой Николая Грязина позволили молодому норвежцу выйти вперед с преимуществом в 28,6 секунды над ближайшим преследователем. Эгон Кауэр неудачно начал секцию, показав седьмое время и потеряв пятую позицию в Абсолюте. Но затем эстонец взял ситуацию под контроль. Два шестых результата позволили ему стать четвертым в генеральном зачете и зачете Эстонии. Должно было быть лучше. Второй круг прошел не столь удачно. У нас были проблемы с тем, чтобы заставить машину работать так, как мы этого хотели. У машины сильная недостаточная поворачиваемость. И при этом мы не можем сильно пускать ее в занос, потому что в этом случае теряем время. Так что у нас было много проблем, и я надеюсь, что с точки зрения поведения машины два заключительных спецучастка пройдут лучше. Я думаю, что во многом дело в погоде. Мы не ожидали, что будет настолько тепло. Сейчас покрытие очень скользкое, и справляться с этим непросто. Янис Воробьев закончил утро седьмом в зачете Латвии и Эстонии. Во время дневной секции с его «Митсубиши Мираж» возникли неприятности. Валоксный экипаж сошел из-за поломки коробки передач. На ралли с «Арма» тоже не обошлось без технических проблем. Кроме этого, экипаж, как и многие другие, страдал из-за скользкого покрытия и клея. Вдопад к этому, они опоздали на контрольную точку шестого спецучастка и получили штраф в 40 секунд. В итоге они теряют четыре позиции и откатываются на одиннадцатое место в «Абсолюте». На старте первого допа мы не задний редуктор, там подорвали передний редуктор. И неправильно понял, что. И поменяли там задний редуктор на сервисе, оказывается, что надо было менять передний. Вот так, но очень тяжело, конечно. И дорога мягкая. И когда там, ну, реально очень полный салон руля, очень много руля, никуда не попасть, куда не завернуть. Но их тяжело. Во время второго круга ралли «Сарма» экипаж Радика Шаймиева и Максима Цветкова команды «Таев Моторспорт» сделал ставку на стабильность и осторожность. Учитывая состояние дорожного полотна, Радик решил не рисковать. Настройки, найденные на тестах накануне, позволили добиться стабильности даже на таком покрытии, если, конечно, в данном случае о ней вообще можно говорить. Состояние дорожного полотна менялось по ходу допов. Местами было нормально, а местами сильная колея и уже достаточно много грабия. Без излишнего риска Шаймиев показал пятое время на четвертом допе в классе «ЭМВ-2», уступив третье место в абсолете Денису Рассилову. Далее Шаймиев показал два третьих результата в классе и вернулся на третье место генеральной классификации. В общем зачете чемпионата «Эстонии» экипаж команды «Таев» закончил секцию на седьмом месте. Ставка на стабильность оправдалась. Сто форок, через финиш. Финиш. Второй проезд, очень сильно разрыта дорога. Ну в некоторых местах она сохранилась, как ни странно, а в некоторых местах очень прям сильная колея. Ну, все нормально, едем. Опасно было бы быстро ехать, потому что вот на первом проезде даже рычаг повредили рулевой. Поэтому сделали акцент на то, чтобы доехать спокойно. И я так думаю, результат как раз и правильный. Во время тренировок, я думаю, что нашли разные нюансы, что ему там помогали. И он нашел, что так достаточно удобно ехать и зацеп хороший. И думаю, что просто он реализирует это то, что он на тестах там нашел. Польский экипаж Филиппе Неветто и Камиля Коздруна на Шкоде сошел с дистанции. По итогам четвертого спецучастка они сохраняли третье место в объединенном зачете и второе в чемпионате Эстонии. Но уже на следующем пятом допе повредили радиатор и прекратили борьбу. Клим Байков и Андрей Клишев возглавили класс МВ-5 с самого старта ралли. В начале пилоты боевой классики ВАЗа 2105 боролись преимущественно с Тимом Кёргия. Но через несколько допов их клад стильно поредел из-за сложных условий, связанных с дорожным покрытием. Посты второй секции Байков и Клишев лидировали с запасом уже в три минуты. Шесть спецучастков позади, два до финиша. Впереди еще 28 километров. Ольгер Солберг лидирует, опережая Роланда Муракаса на 28,6 секунды. Георг Рос третий. Денис Растилов второй в классе МВ-2. И пятый в общем зачете Эстонии. Шаймиев третий и седьмой в МВ-2. И в общем зачетах соответственно. Николай Грязин шестой в защете Латвии и Эстонии. Финальный сервисный парк. Участников ждет финиш ралли в темное время суток. Здесь у механиков есть последняя возможность отремонтировать автомобиль и скорректировать настройки. Вечерняя секция включала в себя двойной проезд по спецучастку Сарма дистанции в 14 километров 30 метров. В общей сложности впереди у экипажей было чуть больше 28 километров боевой дистанции при свете фар. Стабильность и осторожность играли большую роль. Оливер Солберг выиграл предпоследний доп, а на финальном уступил только Грязину. 17-летний норвежский пилот выигрывает второй этап сезона и укрепляет лидерство в чемпионате с максимальным результатом. На его счету 200 очков. Ближайший преследователь Эмильс Блюмс уступает ему 85 баллов. Для Георга Гросса финальная секция не обошлась без ошибок. Но седьмого и четвертого результатов было достаточно для того, чтобы закончить этап на втором месте. Третьим ралли заканчивает Николай Грязин, который смог отыграть три позиции за финальную секцию и завоевать свой третий подиум подряд на ралли Сарма. Большое разочарование финальная секция принесла Роланду Мураковсу, который занимал вторую позицию в преддверии финального спецучастка. Он сошел на восьмом допе из-за технических проблем на борту Форт Фиеста Прота. Это было очень сложное ралли, но Радик Шаймиев и Максим Цветков из команды Таев Моторспорт проявили взвешенный подход, который позволил им добиться успеха. На двух финальных вечерних спецучастках было очень скользко, а темное время суток еще сильнее усложняло задачу. Шаймиев и Цветков показали четвертый и пятый результаты в классе. Это позволило им подняться на подиум в классе ЭМВ-2. По итогам ралли Сарма они заняли третью позицию в своей категории, пятое место в общем зачете Эстонии. Отличный результат. Пять стих, внимание, левее сорок. Шорт 4D съезд. В турнирной таблице чемпионата Шаймиев и Цветков также пятые в абсолюте и третий в классе ЭМВ-2. Кошмар в ночных этих двух допах это было вообще что-то неописуемое. Так скользко я еще никогда не видел, конечно, но зимой, чтобы так скользко было. Столько снега набросали. Тяжело было. Для Алексея Семенова, к сожалению, ралли Сарма не задалось с самого начала. Во время финальной секции он допустил еще одну ошибку, которая стоила ему 20 минут. Накануне он был пятым в классе ЭМВ-2. А в итоге лишь последнее место на финише в своей категории. Коварная погода, которая сделала плюс почти 5 градусов, размочила снег, дорогу и тому подобное, устроила нам небольшой засос в сугроб, где мы героически бились, наверное, минут 7, если не 10. Потом поехали, еле-еле опоздали на 2 минуты на регруппинг или на 3. Ну, в общем, как-то вот так получилось. Как бы получилось все как-то не так, как хотели. Оливер Солберг выигрывает ралли Сарма 2019 года. Впереди Георга Гросса и Николая Грязина в зачете Латвии и Эстонии. Молодой норвежец сумел не допустить ошибок в коварных условиях, что стало залогом успеха. В зачете Эстонии третий Денис Растилов, Радик Шаймиев пятый и третий в классе ЭМВ-2. Клим Байков и Андрей Клещев побеждают в классе ЭМВ-5. В личном зачете Радик Шаймиев занимает третье место в своей категории. Следующий этап ралли Эстонии пройдет уже в мае. Это будет ралли Таллина. Есть повод выпить шампанское. Шампанское не знаю, но мы доехали, опыт набрались. Самое главное это. Обзор ралли Сарма второго этапа сезона 2019 года чемпионата Латвии и Эстонии по ралли на этом подошел к концу. С вами был Владимир Пашмаков. До новых встреч. Любимое для вас. Любимое для вас.